Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во временно оккупированном Белгороде днём 7 февраля звучала сирена и раздавались взрывы. При этом местные жители сообщают о пожаре на одном из белгородских заводов и работе противовоздушной обороны. Министерство нападения РФ тем временем утверждает, что атака якобы пресечена. Белгородцы, наблюдающие пожар, утверждают, что горит завод ЖБК-1. Предприятие, на котором вспыхнул пожар, позиционирует себя одним из лидеров по производству стройматериалов и хвастается тем, что работает на российском рынке более 65 лет. Судя по сообщениям в местных пабликах, атака продолжалась не менее часа. Гауляйтер Белгородской народной республики Вячеслав Гладков, подтвердив версию Минобороны РФ, с якобы сбитием семи ракет на подлёте к городу, всё же признал, что сбили не все. Также он признал повреждения на территории одного из промышленных предприятий непосредственно в Белгороде и прилёт на ещё одном, в Белгородском районе. Обстреливают русский город Белгород. Тревожно. Особо тревожно. Тревожно. Ну реально тревожно. Света нету нахуй. Сирена пи***дит. ПВО работает. Какой-то нахуй апокалипсис. Слава России! Какая ситуация сейчас у нашего противника с некоторыми достижениями целей? Потому что здесь мы слышим, что плохая погода не позволяет, там недостаточная связь с командованием и какое-то непонимание целей. Но вместе с тем мы понимаем, что ресурс личного состава всё так же ещё есть. Какая на самом деле ситуация и что является главной причиной, конечно же, кроме вооружённой силы Украины, которые мешают нашему противнику так или иначе продвигаться к своим целям? Вот неужели какая-то неслаженность и деструктив стал всё ярче проявляться? Вы знаете, коллеги, я бы не стал недооценивать боевые потенциалы российской оккупационной армии, так равно как и её готовность к трансформации с учетом ситуации на поле боя. Кстати, цифры. 469 тысяч российских военных случаев сейчас задействованы в рамках так называемой специальной военной операции. За последние месяцы вновь это количество увеличилось где-то на 15-16 тысяч. То есть наращивание российской группировки продолжается. Мочи 2800 танков, 7200 почти боевых броневрных машин, порядка 4800 артиллерийских орудий калибром от 100 мм и более и 1142 единицы реактивных систем залпового огня. Немало количества ресурсов натянул на поле боя, противники пытаются вот это своё преимущество в живой силе, технике, боеприпасы к артиллерийским орудиям трансформировать в успешное продвижение на поле боя. Не особо хорошо у него это выходит, хотя есть ряд напряжённых участков на поле боя. Ситуация в Авдеевке постоянно обсуждается в эфирах и общенациональных телеканалов нашей страны Иисуса Горя. В интернет-пространстве очень много дискуссий по этому поводу идёт. Противник также продолжает накапливать свои ресурсы на Купенско-Лиманском направлении. С большой степенью вероятности можно предположить, что в самое ближайшее время противник вновь будет пытаться трансформировать своё численное преимущество в то, чтобы продвигаться далее в направлении населенного пункта Купенско-Узловой. Мы с вами неоднократно говорили, что таким образом путинский генерал пытается сделать подарок самому патрону к его очередной инаугурации. Или ещё лучше где-то к моменту выборов. Ведь крайне важно российскому люду слышать хорошие новости из так называемой специальной военной операции. Крайний раз хорошие новости они слышали ещё в январе минувшего года. После того, как путинская армия после 10-месячных упорных штурмов взяла по контролю город-крепость Бахун. С тех пор особых радостных новостей из поля боя не было. А вот мартиролог российских потерь ежесуточно увеличивается. Когда на 600, когда на 700, а когда и на 1300 уничтоженных вражеских солдат и офицеров. Соответственно, ситуация на поле боя сейчас определяется ресурсными возможностями. Если украинская армия имеет в сутки возможность отправлять в сторону противника до 2000 артиллерийских боеприпасов, то соответственно артиллерийская оккупационная армия до 10 тысяч снарядов имеет возможность отправлять в сторону наших защитников. Соотношение точно не в нашу пользу, но наши артиллерии, как правило, демонстрируют высокий класс. Боевая работа, соответственно, потери у противника весьма и весьма серьёзно. Что дальше? Дальше ситуация на поле боя будет определять ресурсные возможности. Я думаю, что именно поэтому, во всякий раз, заседание ставки под руководством президента Владимира Зеленского, оно начинается с разговора о ресурсных возможностях. Безусловно, делаются акценты на производственные возможности наших предприятий обороны промышленного комплекса. Но, безусловно, мы рассчитываем на поддержку наших западных партнёров. В этом процессе не всё так гладко, есть определённая стагнация в рамках поставки военно-технической помощи от наших американских партнёров. Причины всем известны, но иные наши, в первую очередь, европейские партнёры стараются своевременно и полноценно обеспечивать всем необходимым украинским силам обороны. Перспектива, перспектива, пока ещё однозначно об этом говорить, наверное, всё-таки рано, слишком много неизвестных в этом процессе. Но то, что тут и сейчас успешность действий украинской армии напрямую зависит от ресурсных возможностей, это очевидно. Собственно говоря, вспоминая статью нашего генерала Залужинского для СНР, он делает акцент на ресурсных возможностях и определяет этот фактор как ключевой, который будет определять объединение боевых действий в 2024 году украинским силам обороны. Много уточню. Всё-таки мы понимаем, что цели, которые были поставлены для армии нашего противника на зиму, они были в большей части обусловлены псевдовыборами, которые планируются в марте этого года. И вот как вы считаете, зима уже подходит к своему завершению? Мы знаем, что если не получается достигать целей, то в России бывает такое, что не тактику меняют, а цель как будто бы меняют. Сейчас всё-таки ещё есть возможность у нашего противника, потому что март скоро, поменять тактику и действительно каких-то целей добиться? Либо всё-таки вам кажется, им придётся многие цели менять? Я, пожалуй, начну с утверждения, почему именно март месяц. Эту дату называет наш генерал Буданов, руководитель военной разведки. И, собственно говоря, эта цифра не взята где-то или дата не взята с потолка. Дело в том, что ресурсные возможности российской армии в рамках реализации тех или иных операций оперативного уровня или стратегического уровня не обусловлены количеством соответствующих резервов и ресурсов. И расчёт делается обычно на 3, максимум 4 до 5 месяцев. С учётом того, что противник начал масштабное контрнаступление в середине октября, то есть, в принципе, к началу марта его запасы будут выхолощены, и президент будет вынужден уходить на оперативную паузу с целью пополнения своих ресурсов, с целью проведения ротации частей подразделений, которые были задействованы на наступательных мероприятиях. А это, соответственно, ставит на определённую паузу возможность российской армии атаковать или контратаковать. Соответственно, в нынешних условиях говорить о том, что зимняя военная кампания для российской армии была успешна, не приходится. Но какие территориальные успехи получили в этот период рейд противника? Никаких, де-факто. Безусловно, фактор оккупации Авдеевки остаётся актуальным. Мы видим, насколько там непростая ситуация. Но снимать со счетов мужество, героизм и невероятную стойкость украинских воинов не следует. Именно эти факторы, в принципе, стали определяющими. И на первом этапе российско-украинского противостояния, я имею в виду полномасштабной российско-украинской войны в феврале-марте 1922 года, именно эти факторы сейчас определяют ситуацию на поле боя, на разных участках фронтов, и в первую очередь на Авдеевском управлении. Поэтому ситуация достаточно динамична, но делать какие-либо прогнозы я воздержусь по одной простой причине. Мне неизвестно, какими ресурсами в ближайшей перспективе будет располагать украинские силы обороны для уничтожения всех намерений противника продвигаться вперёд на разных участках фронта. Как только будет более-менее чёткое понимание, соответственно, можно будет делать выводы. Ну а пока всячески помогаем украинской армии любыми доступными способами, мы имеем это донаты, техническая помощь, информационная поддержка, проведение каких-то мероприятий, направленных на усиление боевого потенциала. Украинская армия всё это на самом деле важно. И ключевой фактор, который нам позволяет успех на поле боя, это в том числе и наше единение. Единение ради общей нашей цели победы в российско-украинском противостоянии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова